К нам присоединился Александр Васильевич Зачирин, главный тренер команды «Динамо». Александр Васильевич, с победой. Пожалуйста, вылипите своим впечатлениям от игры. Ну, игра сложилась довольно-таки для нас тяжело. Если непосредственно строить саму игру, то нам с нашей стороны где-то в первые 30 минут выиграли неплохо, мы контролировали игру, создали, пусть немного, но все равно создали несколько опасных моментов, которые, к сожалению, опять не реализовали. Ну, а дальше за счет того, что соперник где-то стал больше огрызаться, здесь нам пришлось больше уже и защищаться. Поэтому такая получилась хорошая, добротная победа. Я благодарен ребятам за то, что непростых моментов все-таки выдержали, потому что все-таки все равно игры на кубок, они все-таки откладывают определенный отпечаток. Ну, сейчас, поскольку выходим на недельный цикл, я думаю, мы можем поправить и игровые моменты, и, соответственно, физические кондиции наладим. Ну, и, я думаю, само качество игры придет. А так, такие игры тоже, они хорошие, именно такие бойцовские. Поэтому ребята молодцы и заслужили победить. Спасибо. Виктор. Обычно на 60-й минуте вы меняете Рогова. Вы сегодня заменили Козлова. Рогов остался и забил пол. Было предчувствовано, что забьет, или просто он уже набрал кондиции и может играть больше? Ну, наверное, все-таки для этого и нужен тренер, чтобы чувствовать, кого менять, кого не менять. Поэтому будем считать, наверное, было чувство, что как раз Рогова надо придержать на поле. Андрей Иванов, советский спорт. Почему первая команда чемпионата так не уверен на лутсайдерах? Ну, вы зря записываете их лутсайдера. То, что команда, может быть, на сегодняшний момент не имеет много очков. Но если посмотреть их все игры, то везде они имели преимущество, создавали очень много моментов. И как раз то, что в прошлом году у нас какая была проблема с реализацией момента, то же самое сейчас и у Владимира. Поэтому эта команда еще, я думаю, попортит много другим нервы. И, я думаю, отберет очки еще других наших конкурентов. Поэтому по турнику там лиц может быть они аутсайдер, но по игре и по составу, и по качеству игры это команда меня в первой пятерке точно. Спасибо, Виктор. Спасибо. Александр Васильевич, вот тяжело сегодня как в плане атаки получилось, но забили его. Волокопротом не удалось забить, к сожалению. Не кажется ли вам то, что «Динамо» стал заложником своей схемы с тремя защитниками, и что впереди просто не пытать, может быть, лишнего игрока еще? Ну, вы знаете, ну, это просто если сейчас делать разбор играть, то понятно, что это займет очень много времени. Не хочется на это. Здесь суть, ну, не столько там мы играем в три защитника. У нас есть, должны быть активные фланги. Это в данном случае Старков и Ковалянков. Здесь у нас в середине собраны довольно-таки квалифицированные футболисты, именно те, которые умеют атаковать и забивать. В итоге вот сегодня Рогов как раз и забил его. Поэтому мы ждем от них больше активной игры впереди. Достаточно, я думаю, считаю там достаточно народу. Ну, и то есть если фланги будут еще более агрессивно подключаться в атаку, то, соответственно, у нас уже будет более атакующий состав, чем обронитель. Виктор, последний вопрос. Сегодня команда нанесла в шпор ворота один удар. И это привело в голову. Ну, почему удары? Ну, не попадают в шпор. То, выше, на одну сторону. И не так много. Попал, мяч попал. В перекладе, мяч попал. В перекладе. Ну, чего я говорю? Ну, то, что касается ударов, понятно, мы над этим работаем, поверьте. Но, к сожалению, есть к чему стремиться. Слава Богу, что все-таки один мяч взлетает. Вот с Долгопутным не попали в шпор ворот. Хотя там, может, и были в шпор. Ну, проиграют. Здесь поэтому... Это футбол. Спасибо. Мне бы тоже хотел, чтобы все удары именно залетали в сетку. Но, к сожалению, там тоже есть воротарь, там есть команда соперников, которые всячески этому противодействуют. Спасибо, Александр Васильевич. Спасибо, коллеги.